Ребята, всем привет! Сегодня я решила сделать себе новый маникюр, но маникюр буду делать не просто так, как всегда я делаю, а с помощью моих подписчиков в инстаграме. Как это все будет происходить? Я буду задавать вам какие-то вопросы, делать опрос в инстаграме, в сториз, и буду смотреть на ваши результаты, за что вы проголосовали. Но не все так просто. Сегодня я делаю все наоборот. То есть смотрите, как это все выглядит. Я даю вам два варианта, например, белый-черный маникюр. Вы голосуете за белый маникюр, значит я делаю черный маникюр. Я даю вам, например, вариант форма ногтей, мягкий квадрат, или, например, вообще спилить ногти и сделать коротыши. Вы выбираете мягкий квадрат, значит я спиливаю ногти и делаю короткие. Короче, вот таким вот образом все будет происходить. Мне кажется, это будет достаточно интересно, но вам в инстаграме я об этом не скажу, что я делаю все наоборот, чтобы вы под это не подстраивались. И давайте посмотрим, что же в итоге у меня получится за маникюр. На самом деле я выбрала два варианта маникюра, и определиться не могу, какой мне больше нравится. Поэтому вот как раз таки вы мне сейчас и поможете. Ну а вы также не забывайте, конечно же, подписываться на мой канал и поддерживайте меня лайк. И погнали! Первый опрос. Какого цвета маникюр мне делать? Розовый или желтый? И вот я не знаю, сейчас решаю спилить мне, сделать квадратную форму или оставить миндаль. Сейчас спрошу вас в инстаграме по поводу этого, потому что я не знаю, на чем мне остановиться. Я спилила ногтевое покрытие, и так как вы проголосовали, что мне нужно ставить овал, а я сегодня делаю все наоборот, то сейчас буду делать мягкий квадрат. Погнали! Но вначале, конечно же, я обработаю кутикулу. Кутикулу, кстати, я обрабатываю. Многие спрашивают, как я обрабатываю кутикулу. Кутикулу я обрабатываю с помощью вот такой вот фрезы. Так, я уже придала форму ногтям, и для моего маникюра мне понадобится топ, бондер праймер, розовый гейлак и, конечно же, камуфлирующая база. Вы выбрали желтый маникюрчик, но так как сегодня я делаю все наоборот, то получается, сегодня я буду делать вот такой вот маникюр с розовым таким вот гейлаком. Вы выбрали овальную форму в ногте, и я сделала квадрат, ну так как делаем все наоборот. Вот. И для начала, конечно же, наносим бондер и праймер. Это средства, естественно, сушки, и в лампу мы их не отправляем. Ладно разговаривает с подружкой по телефону, а у меня, хотела вам сказать, что сломался ногой. Колотчик небольшой сломался, и его нужно будет чинить уже с помощью чайного пакетика, но эта рука у меня на втором этапе. То есть сначала я делаю левую. Получается, руку. Я уже нанесла праймер, сейчас наносим бондер. Бондер у меня, кстати, уже заканчивается. Я не знаю, почему, но со временем он начал вонять, жутко вонять. С чем это связано, не знаю. В принципе, на самом деле, многие писали мне в комментариях, что бондер-то по большому счету и не нужен особо. Он особо никакой роли не играет в маникюре. Но я маникюр ношу достаточно долго. То есть у меня он держится, ногтевое покрытие, где-то месяц даже больше может. Но, если честно, я дольше не ходила, потому что мне он надоедает очень быстро, маникюр. И в течение месяца я всегда делаю новый. Но я уверена, что и дольше мог держаться бы маникюр. Поэтому не хочу ничего менять в своем нанесении, да, и этапах нанесения. Потому что уже все проверено и достаточно хорошо держится. Мне это, конечно же, безусловно нравится. Бондер-праймер я нанесла. Теперь наносим базу. База у меня камуфлирующая от фирмы Шарм. И топ, кстати, тоже у меня фирмы Шарм. Сейчас в последнее время немножко поменяла свои этапы нанесения. Сейчас я теперь, после нанесения первого слоя базы, я опиливаю всю ногтевую пластину еще раз. То есть сделаю ее более ровной и гладкой. И только после этого я наношу уже дальше гей-лак. Конечно же, перед тем, как отправить в лампу, я убираю все лишнее, что могло затечь там на кутикулу или под кутикулу. В этом мне очень хорошо помогает апельсиновая палочка. Она просто на ура справляется с этой задачей. Я знаю, что есть еще металлические палочки такие, пластмассовые. Но, не знаю, вот все-таки деревянная палочка с апельсиновой мне работает намного-намного комфортнее и удобнее. Металлические они очень-очень жесткие. И ты можешь просто получить какую-то травму, эта металлическая палочка, потому что она реально очень-очень жесткая. Ей нужно работать супер-супер аккуратно. Отправляем в лампу на минуту. Потом обязательно нужно опилить ногти. Ну, у меня, по крайней мере, так сейчас. Беру вот такую вот пилочку. Вот такая вот с одной стороны она блестященькая у меня. Конечно же, с этой стороны я не пользуюсь ей как пилочка, она просто как элемент декора, да? А с этой стороны это именно простая пилочка. И я прям прохожусь этой пилочкой по ногтевой пластине. Не бафиком, а именно пилочкой. Благодаря этому получается более ровный блик на ногтях. И маникюр выглядит более аккуратно. Единственное, в этом случае вы должны быть уверены, что вы хорошо высушили ногтевую пластину и лак высох. Иначе у вас просто лак не досохнет и просто не получится спилить первый слой. Вазу я наношу где-то в слое в два, в три. Но, если честно, даже в основном в три слоя, потому что она такая полупрозрачная. А я все-таки не люблю, когда что-то просвечивает у меня. Поэтому в основном наношу ее в три слоя. Второй слой я уже делаю потолще, чем первый. И потом финальный слой уже смотрю по цвету. То есть, если получилось прям супер прозрачно, то наношу потолще. Если получилось, в принципе, нормально и особо ничего нигде не просвечивает, то наношу потоньше. Еще у меня заканчивается база, поэтому нужно будет скоро заехать в магазинчик, купить базу. Потому что у меня она уже заканчивается. Итак, я уже сделала цвет, который мне нравится. И теперь будем делать дизайн. Для этого мне понадобится апельсиновая палочка. И, собственно говоря, лак. У меня вот такой вот супер яркий розовый. Беру немножко гейлака. И с помощью апельсиновой палочки создаю рисуночек. Этот процесс достаточно будет долгим, мне так кажется. Потому что вряд ли у меня получится с первого раза создать то, что мне понравится. Так, ну что, мой маникюр готов. Вот такой вот он у меня получился. Пишите, как вам. Я на одной руке, получается, сделала вот такого вот леопарда. И один палец полностью розовый. Правда, на камеру он прям красный. На самом деле, в реальности он такой, знаете, коралловый цвет. А на другой руке я сделала два пальца кораллового цвета. Сейчас покажу. То есть на другой руке маникюрчик у меня выглядит вот так. Да, почему? Ну, на камеру он прям такой красный. На самом деле, коралловый, даже ближе к розовому цвету. Не знаю, может быть, при монтаже я немножко подкручу цвет, и будет цвет получше выглядеть, более реалистичный. Но пока вот так. Так, ну а теперь это все нужно убрать. Я еще доставала, кстати, вот такие вот блестяшечки. Глиттер. Думала, пригодится. Я даже на одном ногте сделала, но потом стерла и поняла, что мне не нравится. Так выглядит. Ну, а на этом всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока!